Добрый день, пришла пора поговорить о здравоохранении Но не о политике здравоохранения, а действительно о том, что такое Обамакер И чем нам грозит то, что она в скором времени развалится Так как мы не знаем детали республиканского плана То обсудим сегодня само Обамакер И я совершенно уверен, что конечной целью таких социально заточенных обамовцев Являлось довести медицину до полной разрухи И обвинив то ли страховые компании, то ли жадность и беспринципность богатей кровососов Богатей кровососов вообще в качестве спасения от полного разрушения Ввести в стране систему, которая называется государственная медицина Или как они ее теперь называют, чтобы прикрыть слово государственное Они ее называют one pair system One pair system это государственная медицина При которой государство оплачивает врачам за лекарства Все остальное, что, так сказать, какое-то имеет отношение к медицине И является абсолютным монополистом на это Значит, платит, естественно, государство теми деньгами Которые она отобрала у людей, которые зарабатывают деньги и платят налоги Соответственно, у тех, которые не зарабатывают деньги и дологов не платят Убирать нечего Значит, так что мы поговорим об этой системе Вот, one pair system на примере, значит, нашего северного соседа Канады Кстати, именно Канаду и Англию Значит, и постоянно приводят в пример, значит, наши социалисты Типа, там, Берни Сандерс и Элизабет Уорнер Уорнер говорят, что, так сказать, вот нам бы вот так Итак, Обама Керр Кому при ней жить хорошо, а кому, что называется, не очень Один из самых главных, так называемых, положительных моментов при проталкивании закона Было утверждение, что люди, у которых имеется precondition, то есть существующие заболевания Не могут попасть на страх, страховка не берет их Значит, Обама Керр заставит страховые компании этих людей брать И более того, эти люди будут платить, значит, ровно столько же, сколько все другие Ну, уже, так сказать, совершенно понятно На поверхность, что только приходят люди с какими-то там серьезными заболеваниями То наша средняя И платят столько же, сколько мы То наша средняя оплата, она начинает подниматься Да, ну, скажем, так сказать, вот Исходя из того, что мы все гуманисты Мы все хотим помогать, в общем, друг другу И не хотим бросать людей в беде Скажем, так сказать, это мы можем Представить, что, ну, как бы Надо вот так делать, мы цивилизованные люди И давайте так сделаем Значит, ну, давайте все-таки разберемся, значит, на поверхности Вот эта система, как бы, звучит замечательно, справедливо Но я бы хотел разобраться в этой идее И посмотреть, значит, какие проблемы, значит, она создаст И подумаем, нет ли возможности решать, значит, эту проблему О pre-existing conditions существующих заболеваниях Какими-то другими и более капиталистическими способами То есть без насильственного отъема денег У одного человека для обеспечения нужд Представьте себе, что вы можете застраховать, ну, скажем, свой автомобиль После аварии Значит, вот вы трахнули его, он у вас сломался Что-то там случилось Вы пошли в страховую компанию Заплатили столько же, сколько вы бы заплатили Если бы застраховали его три года назад И вам тут же оплачивают полную починку И если необходимо, то и лечение этих людей Которые были в автомобиле Ваши были там в автомобиле, которые вы жестукнули Будете ли вы платить три года И ждать, будет ли у вас авария или нет Я думаю, что не будете Что бы вы ни говорили, господа Не будете Ну и большинство из нас, скажем, не будет Но как только надо чинить машину Значит, вы купите страховку Значит, побудете на ней два-три месяца Пока он нам не починит машину И не оплатит там медицинские всякие, так сказать, необходимые счета А после этого вы с нее соскочите, правильно? Ну, нормальный человек, так сказать Как бы всегда так и делал Откуда, таким образом, у страховых компаний в этом случае Накопятся деньги, чтобы износов многих Значит, покрывать расходы тех немногих Которые попали в беду Ну, значит, эмоционально Мы хотим, конечно, помочь тем, у кого есть эта проблема Врожденное там или приобретенное какое-то заболевание Это бесчеловечно, так сказать Если таким людям отказывать в лечении Что делать? Абам и Кер придумали, значит, выход Они придумали штрафовать всех тех, кто, значит, не покупает медицину То есть, интересно, да, вы не покупаете что-то, скажем Вы не покупаете, там, зеленые перцы Абам, а мы вас будем штрафовать Или вы, там, вы не покупаете, там, стекла в ваш дом, там, ум, а звоню штрафовать Вы видите, то же самое происходит с Абамой Кер Значит, если вы ее не покупаете, то вас штрафуют То есть, значит, либо ты покупаешь страховку за большие деньги Либо ты платишь штраф за то, что ты не купил ее Поэтому огромное количество молодых людей платило штраф, что меньше денег для них Либо пыталась вообще от него откреститься разными способами Ну, этих денег, как выяснилось, катастрофически не хватало И поэтому ежемесячные выплаты тех, кто платил, значит, выросли уже от 30 до 300% от того, что это было в начале В зависимости от штатов Но и этого не хватало И государство начало платить страховкам меньше и меньше Значит, за осмотры, там, процедуры и анализы А те, в свою очередь, понижали оплату врачам, лабораториям и больницам И врачи, и лаборатория, за ними страховые компании начали отказываться работать с пациентами Абамы Кер Значит, до того дошло, что уже есть целые, значит, каунти-скравства В которых либо один, либо ни одного врача, либо одна, либо ни одной страховки И даже те, которые принимают, у них огромные очереди и, так сказать, они абсолютно не монополисты, что называют А что хочу, то и беру То есть, хотели обамовцы, значит, решить эту проблему с людьми с заболеваниями Чтобы их принимали, а пришли к тому, что не принимают никого Ну, правда, добились, честно говоря, вот равенства в этом деле Как же быть? Неужели современное общество, вооруженное знаниями и технологиями, не может решить эту проблему? Конечно, может На самом деле все очень просто И уже имеется в письменном виде, в письменной форме, на столе у лидера Сената Написан законопроект сенатором Рэндом Полом Который сам врач с огромным стажем Значит, необходимо, пишет Рэнд Пол Объявить, что у всех, у кого имеется, значит, существующее заболевание У них имеется два года, чтобы купить страховку Страховка будет им продаваться по той же цене, по которой она продается любым другим людям Значит, как и любой другой товар Значит, она должна выбираться покупателям из всех предложений, которые есть И совершенно необходимо разрушить барьеры между штатами Что происходит? Каждый штат выбирает себе несколько компаний страховых, с которыми они работают Почему? Почему туфли мы имеем право и возможность выбирать любой фирмы-производитель? Там, начиная от американских, итальянских, венгерских, еще там, хоть в индийских А почему-то мы такие дурные, что мы сами не можем решить, какую страховку, значит, выбрать То есть, надо пустить по всей Америке, разрешить всем страховым компаниям Что сразу же будет не 5, 6, а 60, там, 80, торговать по всем Соединенных Штатах Америки Плюс разрешить, значит, фирмам, так сказать, из других стран, аккредитованным в Соединенных Штатах Америки Которые прошли проверку, там, получили аккредитацию Тоже предлагать свою продукцию, свои системы медицинские нашим покупателям Таким образом, будет огромное количество предложений, конкуренция А там, где есть конкуренция, цены всегда летят вниз, а, значит, обслуживание всегда идет наверх Я даже не хочу по этому поводу ничего говорить, настолько это понятно и ясно Если вы только обратите внимание, там, на компьютеры и, там, смартфоны Вы сразу же увидите, что так оно и есть Значит, пусть того, как все, кто хотел застраховаться, значит, и по одинаковым ценам, еще раз Если у кого-то вдруг объявилась, так сказать, неожиданная болезнь, то он застрахован А если у него нет страховки, это значит, что он плевал на все предупреждения и играл с жизнью в русскую рулетку А все те, кто застрахован, включая новорожденных, если они больны, то у них уже есть страховка Вот и все решение этой проблемы Но решение не с отъемом денег у работающих, а честное по отношению ко всем Вы можете сказать, что есть люди, наверное, которые по объективным причинам не могут платить Вот за них, пока у них ситуация не изменилась, будут платить налогоплательщики Итак, два года мы принимаем всех и за одинаковые цены И все, кто хочет, все вступят На рынке по не 3-5 допущенных в каждые штаты, а 50-100 страховых компаний с различными предложениями А за тех, кто действительно не может платить, платят налогоплательщики И все, и проблема решена На сегодня Обама Кэр стоит 110 миллиардов долларов в год налогоплательщикам То есть, кто налогов не платит, она им не стоит, конечно, ни копейки Мы уже должны по обязательствам нашей страны 19,8 триллиона долларов Большинство из этого Китаю И все время мы, как говорят, kick down the road То есть, перекладываем все дальше и дальше обязательства платить обратно И, очевидно, платить придется нашим внукам и нашим детям, может быть Чтобы было ясно, большинство членов Конгресса закона Обама Кэр не читали Им просто объяснили, что они сами, их семьи и сотрудники освобождены от этого налога Вот этого закона То есть, он такой хороший, что вся страна обязана его выполнять А те, кто его принимают, не обязаны Освобождены от него Ну, просто очень хороший закон, верно? Это типа, значит, там, не убить для всех, кроме членов Конгресса С приходом Обама Кэр, значит, сидящие где-то в Вашингтоне бюрократы Решают, какие лекарства и препараты в каком возрасте можно разрешать Значит, нет, они не врачи, если вы думаете Значит, они просто бюрократы Которые, скажем, могут решить, что с 68 лет, значит, дорогие противораковые лекарства Прописываться не будет Ну, кроме как членов Конгресса, их семьям, конечно Или они могут решить, что если есть очередь в госпитале на операцию, скажем там, по замену колена Да, то людей до 45 пускать раньше, чем тех, кто старше, чем 45 Значит, исключая, конечно, опять же, членов Конгресса Их вне очереди, да, исключают Сенат, работников Белого дома, семьи губернаторов Значит, судьи с семьями и другие Те, кто с точки зрения, так сказать, вот нашего руководства являются важными для Америки А если ты там, ну, учитель, там, водитель, продавец, там, зубной техники Или там, ткач, значит, то ты, соответственно, возраста старше, чем 65, 68, 70 лет То ты можешь и подождать Вот, кстати, в Англии, где эта система уже работает вовсю Значит, когда женщина с раком груди, значит, переносили операцию 86 раз Я не оговорился 86 раз ей переносили операцию, потому что она была пожилая Вот стало известно на всю Англию Был крик, шум, ничего не поменялось Вот, значит, каждый раз, все эти 86 раз находился кто-то, кому Кто оказался более важным для государства, чем она И поэтому ее, значит, увозили обратно из операционной Значит, какие-то пару-тройку десятков лет тому назад Значит, медицинская страховка была, как все другие страховки, страховкой Значит, это была страховка от несчастного случая Вы платите, чтобы в случае, значит, пожара Вам оплатили бы восстановление ущерба вашего дома Или вы платите за страховку у автомобиля, и если что-то случилось, вам оплачивают расходы Медицинская страховка, значит, стала просто собиранием денег со всех жителей страны Кто может платить, естественно А потом страховые компании, значит, платят за нас, врачам, за тесты и операции А вот как, например, значит, вы заплатили там за автомобиль вперед, там, тысячу долларов И теперь можете ездить и заправлять его бензином Вот, ну, там, с четвертого раза, начиная с вас, начинают брать там всякие копей, там, и тому подобное Вот, а сколько же платят страховки за всякие наши вот проблемы и беды Значит, не ваше дело, говорят нам с вами Но потом повышают взносы и говорят, что это из-за того, что наши расходы увеличились То есть, на самом деле, это почему-то сразу начинает являться нашим делом Когда мы спрашиваем, не наше, а как надо платить больше, то наш Ко мне приехал друг из Грузии, чтобы сделать операцию Мы запросили госпиталь и нам прислали, значит, предложение на сумму в 96 тысяч долларов Но таких денег у него не было Значит, поэтому я позвонил в госпиталь, чтобы выяснить, не взяли как-то по-другому И по дороге выяснилось, значит, что они говорят Ой, так вы не по страховке, значит, вы за деньги Я говорю, ну да, за деньги Ну, мы сейчас пришлем вам другое предложение И они прислали нам предложение на 18 тысяч А после небольшой торговли снизили до 14 тысяч Тысячу раз, я хочу, чтобы вы послушали Значит, они предложили 96 тысяч заплатить А когда выяснили, что это не по страховке, да, конечно И мы заплатили 14 тысяч То есть за нашей спиной, нашими деньгами орудуют как хотят А нам говорят, что это не наше дело Значит, мы перестали быть клиентами для врачей Их клиенты – это страховые компании Мы же врачам напрямую не платим Вот я бы хотел, например, купить страховку только на случай больших проблем Она не будет дорогой Потому что это не та страховка, при которой я каждый день могу ходить к врачу И получить, делать там анализы и что-то еще Но, значит, все остальные переговоры с врачами Я буду вести сам Я буду получать хорошие цены И думаю, что буду получать хорошее обслуживание Но мне не дает Обама Кир делать то, что я хочу Вместо этого, значит, меня заставляют платить за Извиняюсь, гинекологические проблемы Зато мою жену, значит, обязали платить за простату А церковные организации заставляют платить за противозачаточные средства и аборты для их сотрудников Ну, давайте посмотрим на, значит, Канаду теперь Ведь у них уже сделали то, о чем так мечтают Сандерс, значит, и Уоррен Начав изучать канадское здравоохранение Я сразу же выясняю, что у них вторая в мире В пересчете на душу населения Дороговизна медицинского обслуживания Ну и что, верно, да, дорогая, но, наверное, очень хорошая Ну, значит, одним из главных признаков Хороших медицинских систем Это как коротко или как долго больные ждут процедур В Канаде в среднем после предписания врачом процедуры Ну или операции, да Время ожидания 4,5 месяца Значит, это исследование было сделано в 2013 году Сейчас по всяким, так сказать, заметкам там и сообщениям еще дальше Теперь в 1993 году, когда перед этим проводилось такое же исследование И до введения системы национального здравоохранения Время ожидания было ровно половина И то люди кричали о том, что это такое, позор И вот решили ввести вот эту вот систему Для MRI, которые в Америке делают по первому требованию К каждому, кому действительно это нужно И часто кому и не нужно Канадцы должны встать в очередь длиной в 8 недель Долгое ожидание это не просто досадное обстоятельство Пациент может страдать от серьезных болей Может быть психологические расстройства всякие у него Потеря сил, работоспособности А еще без диагностики, значит, проведенной вовремя Пациент может просто умереть Значит, только вот само время, которое люди теряют Из-за невозможности, скажем, зарабатывать До излечения проблемы Из-за того, что ее не лечат так долго Так вот, в среднем пациент в Канаде теряет 1200 долларов Из-за потерянных заработков То есть добавьте эту сумму к той стоимости медицины в Канаде О которой, так сказать, канадцы говорят Что она вторая по дороговизне в мире Она уже стала первой по дороговизне в мире А как посчитать, что поздно обнаруженная болезнь Ведет к большим проблемам и смертям А как насчет инвалидности Из-за того, что процедуры не было сделаны вовремя Исследование проведено, между прочим, не о каким-то там Васе, Пете или Коле Министерством здравоохранения той же самой Канады И опубликовано в City Journal и Forbes Еще канадские СМИ сообщают, что Трюдо И, так сказать, не ждет 8 недель MRI И 4,5 месяца, чтобы увидеть специалиста К нему, его жене, семье и близким Это все никакого отношения не имеет Значит, в Канаде на сегодняшний день Систему можно обойти Только если у тебя есть связи То есть ты чиновник Или у тебя есть деньги То есть есть кому дать Либо можно еще купить американскую страховку Или дать в Америку каждый раз Когда у тебя плохую, кошмарную, ужасную Америку Когда у тебя, значит, возникают какие-то проблемы Поэтому при социализме Все, кто имеют деньги или привилегии Живут хорошо А те, кто нет, те плохо И живут, кстати, более короткие жизни Значит, а долгие и более счастливые жизни И здоровые живут те, кого бы называли Слуги народа А когда в Канаде доктор прописывает вам лекарство Это еще не значит, что вы его получите Значит, вам просто в аптеке говорят Это слишком дорогое лекарство для вас Значит, как, например, там был скандал С противораковым препаратом Эрбитукс То есть если я правильно произношу это название Который простым людям перестали давать А членам правительства их всем им дают В Америке, кстати, до Обамакер Такие лекарства давали всем Кому их прописывали А сейчас Есть правила Связанные с возрастом И другими, значит, факторами Есть где-то, как мы уже говорили Комиссия, которая решает Кому жить, а кому выбирать Если бы не члены правительства Если вы не члены правительства То боюсь вам выбирать Вот рассказ молодого канадского врача О его походе в госпиталь Значит, сразу же после окончания Когда он впервые приехал из юристетского госпиталя В город Уиннипек В региональный госпиталь Значит, вот зачитываю, что он пишет Приемная госпиталь была до отказа забита людьми Многие были в пожилом возрасте Некоторые в колясках и на костылях Значит, некоторые были там уже пять дней Я не ошибаюсь, я специально остановился Потому что не поверил своим глазам Пять дней Больные Воздух был наполден запахами пота и мочи В самом госпитале И это не госпиталь, которым единственный госпиталь А это правило Во всех госпиталях Пациенты Ну, кроме тех, которых принимают трюдо, естественно Пациенты ждали каждой процедуры невероятно долго Например, мужчина с острой болью После операции на грыжу В клинике боли, это называется pain clinic у нас Ожидание было три года Три года Значит, радиационная терапия Для женщины с раком груди Потребовала, ожидая, четыре месяца Хотя все руководства по медицине пишут Что у вас есть максимум четыре недели Доктор, значит, Дэвид Гратицер Это имя молодого врача, о котором я говорю Решил записывать все, что происходит на его глазах Например, еще один пациент с раковой опухолью Так долго ждал химиотерапию, что просто скончался Он, может, умер бы и без этого, мы не знаем Но тут-то умер, не получив то, что ему прописали То, что он должен был получить Критикующую систему врачи Не получают повышения на работе Их медленно выдавливают в худшие места Слишком голосистые и кричащие пациенты Ждут дольше других И их, значит, направления мистически теряются Вот, по свидетельству британских врачей У них происходит то же самое А во Франции, когда началась знаменитая жара 2003 года Значит, в госпитале не принимали пациентов Потому что врачи уехали отдыхать Других врачей не было И около 15 тысяч французских стариков скончались от Джави Нормальная медицина, правильно? Очень хорошо все Прекрасная забота о пожилых людях Значит, каждый человек, который платит за себя Или, так сказать, который платит через налоги Он государству не очень нужен А ему нужны бюрократы Вот бюрократов никогда не отсылали домой умирать Им находились места А вот вы помните, те, кто помнит Советский Союз, да? Каким образом в Советском Союзе, значит, в социализме В социалистической медицине Мы, так сказать, попадали к хорошим врачам Вовремя там не ждали и прочее Был два варианта всего Один назывался взятка, а другой назывался блат На время пребывания в Америке мы забыли Что такое блат и что такое взятка А все это время, что Америка оставалась великой страной Может быть, удастся еще спасти ее от скатывания Вот в то самое, о чем я рассказываю Помните очереди в районных поликлиниках? Помните больницы с кроватями в коридорах? Помните 10 или 12 человек в комнате на четверых? А пьяных медсестер не помните, нет? А вонь в туалетах, в больницах Молодежь думает, что у них здесь этого никак не произойдет Как только врачам и медсестрам будут платить меньше Чем фрезеровщикам на производстве или ночным сторожам Все именно так и будет Мой друг в Лондоне повез жену со страшными болями в больницу Она кричала на взрыв В пятницу в 4 часа дня ее приняли Уложили на койку в коридоре и 48 часов Никто к ней не приходил Она продолжала кричать К ней даже медсестра не подошла И только когда ее муж начал бить стекла, орать и бросаться на врачей После этого вызвали полицию, его арестовали Но все-таки дежурный врач снизошел и подошел к его жене А вы говорите, что у вас не будет Моя мама в Израиле была направлена на МРА И ей сообщили, что ее примут в 8-15 утра В пятницу через 8 месяцев Если бы незнакомые врачи и немного денег То ей бы не сделали исследования И пропустили бы, кстати, необходимость немедленной операции Везде, куда приходит социализм Начинается разруха и вступает в силу Другие законы Блат и взятка А рыночные законы перестают действовать Я очень надеюсь, что республиканская партия Республиканский конгресс Найдет в себе достаточно сил Достаточно решивости И введет как можно более рыночный закон По здравоохранению Если же они не смогут этого сделать в медицине То надеяться на то, что те же люди Струсившие отнять У тех, кто практически грабит нашу страну То, что им не принадлежит Если они не смогут сделать даже этого То как же они сделают Изменение налоговой системы Законы иммиграции и всего остального Очень надеюсь, что у них хватит Как говорят, гац Сделать это Иначе, господа, шансов у нас нет На этом на сегодня все